Проект мы выиграли в декабре 2015 года. Не было задачи трудоустроить всех и каждого. То есть взять за руку и вот тебе работа, вот тебе работа. Задача стояла дать переселенцам и ветеранам АТО те знания, которые хотят трудоустроиться, те знания и навыки, которые сделают их процесс поиска работы более результативным. То есть они смогут реализовать себя в другой сфере. Жизнь уже мирная наступает, ребятам нужно будет как где-то зарабатывать деньги. Они должны хотя бы знать об этих возможностях. Поэтому совместно со службой занятий мы провели 6 тренингов по фрилансу. Главным определяющим фактором будет у нас мотивация. То есть человек, который понимает, насколько это ему нужно, зачем ему это нужно. И как это ему поможет быть успешным в жизни. Может быть создать себе рабочее место или трудоустроиться. Сейчас в сфере работы не все так легко, как мне кажется. И очень тяжело. Но есть желание было научиться, делать в интернете уже какие-то вещи, делать свой сайт, пробовать свои силы уже там. И развивать себя в этом направлении, поскольку уже робота работа, а дистанционная работа очень развивается в Украине шаленными темпами, как мы знаем сейчас. В освещении это уже давно развивано, как передовые технологии в Америке, и в других странах Евросоюза. Мы только догоняем, всегда догоняем. И мы имеем очень качественный потенциал, как у наших людей. Мы очень понимаем. Но просто информация, это ценно, и в школе ее не навчают. О проекте я узнала непосредственно из нашей организации, вот президентцев, из наших собраний, о том, что будут заинственные люди, которые хотят трудоустроить как-то себя, вообще найти себя, потому что очень было тяжело, в плане трудоустройства вообще как-то в новом месте. А здесь было на тренинге по бизнесу, так сказать, помог суммировать знания какие-то, я сама экономист по образованию. Ну, было интересно понять, что все-таки можно где-то себя применить с учетом имеющихся знаний и уже опыта. И захотелось бы заняться рукодельем, как-то выдвигать его, просто нести счастье людям в виде вот таких вот кукол, приятных вот подарков, как обереги, вот они. И вот самостоятельно начала, потом уже люди, которые вот вместе, вот президентцы, начали помогать их распространять, а даже вот в виде подарка, я просто раздарила мир, можешь продать, вот дальше. Ну, вот так потихоньку. И сейчас успешно в ваш каком-то бизнес маленький идет, то вы будете цикавливаться. Ну, так из доброго и злого, начинается из малого вовну, так вот потихоньку, потихоньку, вот, где-то продаю, где-то дарю. Это не ради прибыли, больше ради того, чтобы чем-то занять себя, быть полезным окружающим. Редактор субтитров А.Семкин